В этом году песни подождем 20 лет, почему вы решили предоставить новую версию хита в дуэте с манатиком и вообще кто был инициатором струничества? Вы знаете, тут спасибо диджею Паше, вы знаете такого персонажа, который занимается очень важным делом, популяризирует действительно хорошую музыку, потому что в принципе все пляшет от корней. Поэтому я не будучи поклонником Битлз, тем не менее считаю, что трибюты Битлз нужны, мало того и нашим исполнителям надо петь что-то такое, иногда не вредно и классику попеть, заниматься-то все-таки надо. И вот как раз перед юной, поскольку Паша как раз тот человек, когда играло радио, в принципе это первое радио, которое нас поддержало в свое время и там играла песня «Под дождем, под дождем» и поэтому это часть нашей уже общей музыкальной памяти. Для меня, Дизеля, Паши. И это его кстати была идея, именно сделать ее с манатиком, поскольку он сам в детстве был поклонником, он в принципе молодой очень артист, хотя очень кайфовый, профи, сцен движения, body language, пение, вопросов нет. И не важно, что это там в принципе поп-музыка, хорошая поп-музыка тоже может быть. Поэтому это скорее вот инициатива Паши, она была реализована. Потому что кстати все очень просто, никаких там особых изысков там, а мы сейчас целевую аудиторию там. На самом деле как раз просто целевыми аудиториями произошла некоторая путаница. Эти говорят, а что это вы, эти тоже, а что это вы. А мы вон так ответим, ну хорошо, Linkin Park с Jay-Z могут, а нам что, нельзя что ли? Ребята, меньше конформизма, нужны нам любые подобного рода эксперименты, а они у нас кстати еще будут. Мы вас еще и удивим, причем в ближайшее время у нас будет такой дуэт, который вы себе даже представить не можете, но он будет. Так что готовьтесь. Монавик больше не будет писать песни? Нет, ну как правило, какой-то там фичеринг с каким-то артистом, ну это как правило одноразовая акция. Ну как-то так принято иначе, ну не делать же нам совместные альбомы. У каждого своя публика, у каждого свой концертный график, ну это просто как-то не... Это невозможно, по ряду причин, потому что мы все очень занятые люди. Такие отзывы от этого клипа были какие-то неоднозначные, но и не поддержали, что именно с Монавиком записали, потому что Монавик больше полмузыкантов. Ну вот в том-то и дело, хотя я же говорю, я ничего не нахожу в этом предосудительного. Тем более, если исполнитель... Я, например, так скажу, что у меня там... Потому что я любитель там пожёстче, скажем, музыки, тем не менее у меня в фонотеке там два альбома Бритни Спирс есть. Почему? Потому что они очень качественно записаны и там хороший материал. Это Токсик, вот те альбомы, где-то получается среднего творчества. А песню, например, Слейв Фо Ю я там со своими друзьями и с таким персонажем, как Маракеш в своё время исполнял на концерте. Поэтому в данном случае... И вообще, если так брать особенно современную... Вот правильную музыку, если взять песню Селены Гомес, у неё есть низкая композиция, они там в Нью Металле прекрасно аранжируются. То есть, на самом деле, главная хорошая песня, а в каком-то стиле... И исполнительское мастерство. А в каком-то там стиле её делаешь, это не так важно. Главное, чтобы это качественно было. Так, Витя пишет, как познакомились с Лепсом. Ведь ваш совместный клип с Лепсом на песню Бобоссы Босса надел немало ошибок в интернете, поскольку Лепс является запрещенным артистом в Украине. Ну, по поводу запрещений, это вообще очень много у нас, к сожалению, граничит с маразмом. На самом деле, Гриша ничего такого предосудительного особо не сказал ни к чему. Он не поддерживал ни аннексию Крыма, ни там подобное. Я не хочу вдаваться в эти подробности. А как мы познакомились? Да ещё в 2001 году. Мы знакомы там уже кучу лет. А через, опосредованно, через там, зная одних музыкантов, которые, то есть у всех же там свой путь и многолетний. Он знал моего, например, они были друзьями с моим вокальным учителем Сэма. Был такой певец в Киеве замечательный, к сожалению, не умер. Это Гриша его до сих пор помню. Да, Сэма, это была величина, это певец. Даже в 2000 году мы перед каким-то байк мероприятием нам надо было просто дать интервью для журнала «Охота и рыбалка». И мы заехали в Сосновый Бород, там говорят, там у вас интервью с Григорием Лепсом. Дизель такой, а кто это? А я говорю, да ты, это есть такой певец, Андрюха просто не знал. Я уже там, ну, как-то через друзей знакомый. А мы уже были звездами, уже мазафаку знали все. И мы приезжаем, у нас встречает человек с красивой поляной, две бутылки итальянского вина, там, Цезарь и Шмезари, Пармезаны и Шмармезаны. Они говорят, мазафака. Вот ребята, говорю, дружище, мы не можем у нас еще. Да и ладно, и нормально. Он нас, короче, он отпраздновал знакомство за нас троих. Вот, поэтому этой дружбе, там уже, она вот такой вот порадует, как у Льва Толстого. Ну вот, песня с Лойком, он хотел с Лойком эту песню записывать, вот. Но там, в принципе, выяснилось, что, ну, Лойк, он молодой парень. Он еще там не так давно прошел пубертатный период. Ему петь на такие темы, ну, в принципе, про секретарши и тому подобное. Ему еще на скейте покататься там, знаешь. Как бы, это совершенно другая. Ну, уже зрелые люди, песня зрелая. В ней, кстати, на самом деле очень много, ну, я скажу это, что это вообще такая очень жесткая сатира. По поводу того, что происходит как у них, так, в принципе, так и у нас. Потому что многое симптоматика происходящего. Проблемы одни и те же. Воровство, коррупция, тупость. Вот в это основная проблема. Вот наших народов. Ну, и углубляться я не хочу там подробностей. А с таким артистом, как Лепс, круто работать, поскольку это крутой артист. Это крутая, на самом деле. Это целый завод. Это как металлика. Это как там, я не знаю, как Rolling Stones. Это большой коллектив людей, пиарщиков, крутых музыкантов. Саунд у него на сцене такой, что просто. Его считают шансонно-исполнителем. В свое время, да. Но сейчас он играет, в принципе, музыку. Такую по звучанию. Пожестче, чем The Fleppard. Ну, так скажем. Ну, а клип снимали в России, да? Клип, да, снимали. Мало того, самое интересное, что когда увидел режиссера. Я, о! А это оказался Саша Солох. Это тот, который снимал нам еще подождем-подождем в 97-м году. Вот как-то оно так сложилось в это время. Вот так вот замкнулось. Спустя. И как раз заметь. Где-то вот под 20-летие песни подождем-подождем. Как раз вот видишь. Вот этот вот временной период 20 лет. Вот он многое объединяет. Все по спирали движется. Кстати, Лев не предлагал стать вашим продюсером и раскрутить вас в России? На самом деле, у него вот куча там своих артистов. Попсовых. Да, попсовых. В общем-то, мы все-таки немножко другой пласт музыки представляем. Просто эта песня, мы давно хотели что-то сделать. Ну и так что хотели, давай. Вот сидели и парились. Просто вот появилось произведение, которое нас смогло музыкально видеть. И дополнить друг друга. Почему через 15 лет эта песня вышла? Давно вас были знакомы? Как-то вот. Появилась, понимаешь, как говорила группа Аба? Она говорила так. Вот бизнес, он же наш бизнес. Он начинается с песни и заканчивается. То есть есть песни, есть бизнес. Нет песни, нет бизнеса. Вот появилась песня, которая, я же говорю, бабосы боссом. Она идеологически и музыкально она подошла нам обоим. То есть вот двум артистам, ну вот так у нас получилось. Но именно в России вы не выступали, из-за такого Украины, да, ваша? Мы выступаем везде, где нас приглашают. Ну вот. Поскольку мы ничего не декларируем, никого ни к чему не призываем, у нас основной, наш посыл, это make love, not war. Это всё. Ну вот. Люди, у которых есть какие-то другие интересы в жизни, для этого есть какие-то определённо отведённые места. То есть, ну вот. У нас не было никаких проблем со зрителями, с проведением. Пока нигде. А как вообще ваши фаны реагировали на этот дуэт с Лепсом? Были какие-то отрицательные комментарии? А там что, что-то не так звучит? Или там что-то неправильно сказано? Можно? Нет, смотри. Каждый волен делает то, что он хочет. Тебе не нравится? Не слушай, не смотри. Нравится? Слушай, смотри. Вот это и есть свобода. В принципе, то, что мы, ну то, о чём мы поём, то, что мы пропагандируем. Ну просто все время вмешивать политику с музыкой. Вот вмешивать, не надо вмешивать. Знаете, вот котлеты отдельно, мухи отдельно. Ну всё должно как-то вот. Не надо вот эти вот каши-малаши устраивать. Есть, но я думаю, что всё прошло, пройдёт и это. Всему своё время просто. Такой вопрос, Маша пишет. Часто в комментариях вас называют группой из 90-х, группа моего детства. Не обижайте вас это. Многие ваши фаны пишут о том, что группа уже не та и лучшие годы коллективы уже прошли. Ну, знаете, у каждого есть своё мнение. На самом деле, мы группа детства не одного поколения людей. У одних детство это подожжём-подожжём, у других это эмигрант, у третьих это стереосистема. Понимаешь, поэтому тут получается, что разное детство. У каждого своё, у каждого детства происходит в разный период времени и по-разному. А мы существуем во все эти периоды времени. А то, что говорят, что у нас там нет времени. Понимаете, тут вопрос, где мы были, а вопрос, где вы были. Потому что вот тот как раз период, когда вам приписывают, что у нас нету, что мы распались. Хотя группа распадается тогда, когда она официально об этом заявляет. Как раз в 2009 году мы красиво съездили в Берлин, привезли статуэтку МТВ. «Best Ukrainian Act». Какие могут быть вопросы? Что ещё? Что мы должны были? На Грэмми? Ну, до Грэмми, извините, не дотянули. Но, во всяком случае, мы максимально дожгли западнее туда, куда можно. Так что тут всё такое. Где вы были? Вы давайте подтягивайтесь. Может, вы в это время слушали новые композиции, я там не знаю кого. Кого не надо? Надо было вот эти композиции слушать. Просто все думают, если по телевизору не показывают, группа всё исчезла. Интернет, да зачем? Нет, телевизор телевизором. На самом деле, я вот сам всегда был таким. Нет, я сам радуюсь за то, что побольше в телевизоре было. Но я прекрасно понимаю, что из-за этого из кожи вон лезть. Может, ещё и музыкальный формат поменять, да не дождутся. Поэтому ищущий, да как там, обрящий, да, вот там есть такое. Ну вот, это та ситуация. И здесь вопрос по поводу премии Music Awards. Потому что вы несколько раз получали эту премию. И не было ли желания переехать за границей для того, чтобы там развивать свою площадь? Нет, нет. Знаешь, есть объективные такие вещи. Всё-таки, как правило, этот опыт подтверждает, там надо родиться. Я так расскажу просто историю жизни вот моего одного друга, музыканта, который выучил английский язык, прекрасный гитарист и тому подобное. Он наформил себе поездку в своё время в Великобританию. Ну вот, ну под эгидой что-то там где-то работать. В результате так и пришлось работать. С надеждой покорить вот и там найти, группу собрать. Он говорит, я спустился в метро и увидел человека, который на мандолине играл там что-то вообще нереальное. Что-то там из трэш-метал. И он понял, что, мало того, я с ним ещё и разговариваю, он в это время продолжает объяснять, как и куда мне надо доехать и продолжает. То есть говорит, я понял, что если тут уровень такой уличных музыкантов. А тот ему сказал, говорит, ну мужик, если ты хочешь что-то покорить, ну ты можешь покорить разве что там местную публику воскресной школы, там где-нибудь играю в христианской рок-группе. Поэтому нет, если у кого-то получится, я буду только рад. Но пока даже, ну вот смотрите, тату, они там доползли до определённого момента и всё. Как-то раз и видно больше сказать, кроме этой песни нечего было. Не знаю, есть ряд причин, на самом деле на родине дел, вот с охландой как называют, как говорится. А что вам запомнилось на этой премии? В два раза в стеболе? Нет, мы были в Лондоне, в Роттердаме, в Берлине. Мне Смэшн Пампкинс выступление. Это круто. Там, нет, было много хороших исполнителей. Ну вот Смэшн Пампкинс и Кула Шейгер, да, тогда была модная группа. Хотя нет, вот первое, вообще в принципе нужно сказать, что MTV чуть подсдулась. Потому что вот лондонский, это 96-й год, нет, ну там и Фьюджис, там и Робби Виллиамс, там вообще в принципе одна из самых ярких церемоний. Ну все-таки Лондон, она такая музыкальная одна из столиц мира. Лос-Анджелес, Лондон, ну я надеюсь Киев. Для вас награды большими значениями имеют? Не, ну это в любом случае, когда ты, знаешь, писаешь в одном туалете с Жимир Куаем, ты уже еще и получаешь какую-то хренью красивую. Вот это вот, знаете, MTV такая вот есть, она у наших продюсеров стоит. Ну ладно, конечно, прием. Так, Александр пишет, чувствует ли группа Green Grey эволюцию развития украинского любителя музыки? И как это сказывается на творческом подходе к созданию ваших композиций? Не, все нормально. На самом деле, вот так перемещаясь иногда по улицам, а я живу вот недалеко от КПИ, я вижу часто молодежь, студенты, я слышу, слышно, что у них сквозь наушники играют. Хорошую музыку они слушают. Они телевизор не смотрят, вот этот, они мало смотрят музыкальные наши каналы. К сожалению, я не говорю, что это хорошо, что их презреть надо, они просто должны как-то как радиостанции развиваться. Вот. А молодняк, я вот сходил на концерт Three Days Grace, я увидел, сколько молодых людей наизусть поют тексты канадской группы. Я понял, вот она новая молодежь, новая Европа, о которой мы говорили. Вот эти люди, которые слушают современную музыку, которые открытыми глазами смотрят на этот мир. Ну, то есть, кайф. И вам кто-то из украинских музыкан нравится? Ну, конечно. Ваня Дорн, Хард Киз, хорошая группа. Дым на Сумиш, она, правда, я не знаю, существует сейчас или нет, но мне нравилась и Доск Рудж, Фантализа. Не, у нас есть хорошие... Stone Jesus есть прекрасный проект Виктора Придуалова. Это такая альтернатива, такая жесткая достаточно. Stone Rock, Grunge, где-то вот в тон. Но, блин, есть у нас, конечно, великолепная музыка. А на концерты ходите? Хожу. Редко. К сожалению, редко. Больше там будет на каких-то западных звезд удается попасть. Знаете, это... Иной раз вообще даже трудно на концерте, даже если ты с кем-то, с хорошим исполнителем, вот там вместе мы работаете, не всегда получается его посмотреть. Ну, потому что тебе сам после концерта обсохнуть, надо прийти в себя и тому подобное. Графики, бывает, не совпадают. Поэтому не часто. Ну, если удается услышать что-то новое... Во всяком случае, когда Фантализа исполняет «Эмигрант», у меня мурашки по телу. Потому что они очень хорошо звучат. Ну, вообще, вам нравятся ваши камеры? Несмотря на кто? Это всем нравится. Артем Пивоваров замечательный, вот поп-исполнитель. Ну, вот он, кстати, спел, занимал очень хорошую стереосистему. Мне очень понравилось. Конечно, приятно. Любому исполнителю нравится, когда тебя уважают, любят, когда тебя поют. Это всем нравится. Для этого мы этим-то, собственно, не стали заниматься. Так, такой вопрос, Миша. Ребята, вы собираетесь ли вернуться к саунду конца 90-х? У вас тогда было больше корчевого... Хип-хоп, я понял, о чем. А сейчас больше страданий в стиле Вапорчука? Не-не-не, дружище, ты нас просто что-то не то послушал. Ты послушай все феерично, вот залез сейчас, допустим. Вот если ты купишь наш новый альбом, если пойдешь на концерт, ты его еще и получишь бесплатно, если купишь билет. Там есть прекрасная песня «Само собой». Очень даже близко к нашему... Просто пойми, мне тоже очень хочется вот сейчас попеть, поменьше хочется читки. Хотя она тоже будет, но она будет более жесткая, например, в песне первой. Ну вот, это рэп. Поскольку я немножко... Даже подустал сам от себя в некоторых моментах. Поэтому мне хочется чего-то другого, другие приемы пения применить. Какие-то более жесткие, там, да, более какую-то в ноту повыше взять. Ну, то есть, заниматься одним и тем же, мне несколько скучновато. Но я не буду вас расстраивать, время от времени читать я буду. Тем более, что все-таки... Вы уж извините, я даже краснеть не стану. Мы одни из дизеля, одни из первооткрывателей. Нас вообще считают что-то не родачальниками русского рэпа. Ну, всего, что вот звучит. Но, в принципе, да, мы с Михеем Джуман же начинали вот, в принципе, в одно время. «Мистер Малой», «Бэт Бэланс», вот уже появились потом мы. Ну, и дальше уже целая прияда артистов. Так что, в общем-то, мы к развитию этой культуры очень немало приложили сил. Ну, поэтому вот приложили, открыли, пробили ручеёк. В него хлынули бум-боксы, танки на Майдане, Конго. Вот, в принципе. Поэтому мы пробили этот ручеёк. Теперь мы эволюционируем, работаем дальше. Вот пишет Фанат Грингрей. «У вас такие классные концерты, почему не выпускаете DVD?» Ты знаешь, тут на самом деле проблема с тем, чтобы как-то продавать носители. Поэтому я не думаю, что DVD... Пока что об этом речь не стоит. Ну, сейчас зато можно посмотреть выложенные концерты в YouTube, и они, в общем-то, есть. Поэтому... Ну, в любом случае, я тут себе пометочку сделаю. DVD. Ну, то есть, значит... У нас действительно очень яркие, живые выступления. Ну, это не самая реклама, а не бахвальство, а объективная реальность. Поэтому я вот взял себе на заметочку, будем работать над этим. То есть невыгодно, да, выпускать DVD? Выпускать DVD в виде. Ну, это сейчас DVD вообще как-то уже. Я когда, да, прохожу и вижу какую-то там стойку с DVD, вот где-то в районе радиорынка или что-то, я ищу, а, они еще есть. Мне вот нужно было протестировать альбом, я понял, что у меня дома нет дисковода. У меня некуда его вставить просто. Поэтому... Поэтому будем, значит, снимать это все и выкладывать в сеть. Чтобы все больше ответа, завершающее слово для читателей и поклонников. И вот вопрос, кто получит билет на контакт. Получит вот человек, который спросил про DVD. Ну вот. Последний вопрос. Да, последний вопрос. И вот там человек задавал вопрос по поводу... Вот какой-то... Не надо было его отметить. Вот кто-то там спрашивал по поводу того, что вы там группа 90-х. А, есть. Вот это, по-моему, девушка, да? Да, да. Вот я очень хочу, чтобы она пришла на концерт. Пускай она получит 2 билета. Можно даже больше. Ей 2 билета. И там человеку тоже 2 билета. Поэтому... Все вот эти два вопроса. Это скорее даже не вопрос. Это я хочу, как бы, свою, как сейчас модно говорит, ромарку вам показать. Чтобы пришли эту ромарку попробовать. Пожелаю. Ну что, ребята. Здоровья. Сейчас, видите, какая... Прежде всего здоровья. Хорошего аппетита. Крепкого сна. И побольше нашей музыки в вашей жизни. Ну и мира всем. Спасибо. 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 Спасибо.